мой основной компьютер на сегодня это ноутбук asus k50 ab у него стоит процессор amd 3 габайта оперативной памяти и он меня полностью удовлетворяет хороший ноутбук не скажу что очень быстрый но windows 7 на нем работает более менее сносно все видео на моем канале смонтированы именно на этом ноутбуке и может быть так бы все и осталось бы пока но мне подарили вот такую материнскую плату модель и msi ms 7267 версия 4.2 с процессором pentium d630 раздобыл я блок питания 300 ватный еще раньше я купил ssd диск golden fear по моему на 128 гигабайт память у меня было две планки по одному гигабайту ddr2 думаю как раз нормально в принципе компьютер собрать можно собрал я себе системный блок поставил windows 7 этот процессор с материнской платой и двумя гигабайтами оперативной памяти заработал но вообще некомфортно даже открываешь chrome все тормозит видео через youtube посмотреть невозможно разве что в самом минимальном качестве так как я не сильно в этом всем разбирался я начал спрашивать на форумах у знающих людей и все как один говорили мне то это старая материнская плата то у нее старый чипсет чипсет здесь кстати стоит 945 gs ничего она у тебя не потянет разве что какой-то слабенький коротту да действительно в описаниях этой материнской платы указано что максимальный процессор двухъядерный который сюда можно поставить это intel core и туда с индексом е 6420 например потом я начал находить в описаниях модель е67 2 0 это материнская плата по умолчанию работает на частоте частота фсб у нее 800 мега герц но оказывается через оверлокинг через настройки в биосе можно запустить процессорей на частоте 1066 мега герц в общем начал я изучать процессоры с частотой шины 1066 мега герц и выяснилось что процессоры допустим intel коротту дуо е 75 2 0 и 76 2 0 принципе должны как-то заработать для чистоты эксперимента я решил убедиться заработает ли на этой материнской плате процессор е 85 2 0 который стоит в компьютере моего сына конечно процессор не заработал потому что частота системные шины у того процессора е 85 2 0 1333 мега герца то есть кулеры заработали но даже в bios зайти было невозможно просто черный экран я мониторе у lx буквально за неделю попадается мне процессор intel коротту дуа е 75 2 0 с частотой 293 герц частота системной шины 1066 мега герц в общем то что нужно процессор ставим так где у него тут замочки есть все стоит нанес тоненьким слоем на процессор и тоненьким слоем на радиатор ставим кулер заходим настройки bios а выставляем частоту шины процессора 266 при этом частота памяти хочу заметить сразу же меняется выставим auto если выставить 1 и 1 533 533 номинада у меня стоит два модуля 1667 мега герц 2 800 мега герц но материнская плата поддерживает 533 мега герца это в штатном режиме и 667 в разогнанном как бы режиме когда ты поднимаешь вот эту частоту фсб частота процессора 1200 мега герц и здесь есть вот такая вот функция intel есть эта функция позволяет работать процессору на минимальной частоте когда это возможно то есть когда процессор ничем не занятый не нагруженный он работает на минимальной частоте когда процессор чем-то нагружается сразу же частота должна повышаться до до максимально возможной частоты нашем случае это 2 и 9 герц вроде бы настройки все выставлены сохраняем и ждем загрузку компьютер не загружается вытащу наверное модуль который на 667 мега герц вытащим его и попробуем запустить с одним модулем на 1 гигабайт посмотрим запустится или нет когда я поигрался немножечко с памятью перебрал разные модули компьютер запустился показывает частоту процессора показывает модель процессора и показывает предупреждение что с предыдущими настройками оверлокинга я запустился мол неудачно давайте попробуем нажать f1 f1 не срабатывает поэтому выключу и включу его еще раз после второго включения уже клавиатура заработала поэтому перехожу еще раз настройки заходим в настройки частот здесь частота поменялась все сбросилась на заводские настройки поэтому частоту памяти я пожалуй поставлю авто здесь опять ставлю 266 частота процессора увеличилась 1596 и увеличилась частота памяти 533 в принципе вроде как бы все пока что нормально давайте сохраняем и пробуем загрузиться это материнская плата с этим процессором на частоте 1066 герц не работает нормально выставляем частоту системной шины 200 200 что равно 800 мегагерц стандартным сейчас делаем вот так вот для того чтобы частота памяти было 533 стандартная частота памяти этой материнской платы при частоте шины 800 мегагерц сохраняем это все все как видите процессор уже частота 1200 сейчас компьютер загружается на частоте 800 мегагерц все нормально все диски определяются вроде бы как никаких проблем я вам скажу на самом деле действительно проблем нет но есть несколько нюансов о которых я вам сейчас расскажу и постараюсь вам их показать для диагностики и как бы оценки работы этого процессора я использую информацию о системе вот пожалуйста установленный процессор е7500 частота его заводская 293 но работает он якобы на частоте 219 заходим в аиду заходим в датчики очень сильно смущает меня нагрев системной платы процессор очень холодный и здесь вот есть такой пункт который тоже показывает исходную и рабочую частоту процессора давайте сделаем тест и здесь как ни странно видите показывает показывается частота 1200 мегагерц набрал он 5059 очков почему 1200 почему не 2200 закрываем аиду открываем cpu z указано какой процессор указана частота процессора и множитель вот здесь вот смотрите очень очень интересно отодвигаем назад и допустим чем-то его нагружаем то даже тем же хромом сейчас нагрузим его зайдем примеру на youtube выставим примеру качество 720p к примеру загрузка процессора 100 мегагерц 100 процентов и при этом множитель никак не меняется вот он как был 6 так он 6 и остался я думал может так и должно быть я посмотрел дома на своих компьютерах везде множитель меняется зависимости от нагрузки хорошо закрываем youtube давайте откроем какое-то видео видео воспроизводится плавно хорошо мне нравится но множитель не меняется вот сколько бы я видео сейчас не запустил давайте 1 2 то есть нагрузка увеличивается процессор нагружается но множитель никогда не меняется вот это вот есть нюанс вывод и делаю такой что процессор работает на пониженных частотах но тем не менее я пропользовался этим процессором около двух недель как-то не было у меня настроение снимать это видео дальше вообще его не хотел снимать но потом думаю все-таки поделюсь потому что сам я когда-то искал очень много информации по этому поводу и нигде не находил чтобы люди использовали на этих материнских платах процессор е7500 ну а мне он так попался я думаю так попробую 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 ну попробовал на частоте 800 мегерц шины его использовать можно смело но он использует не все свои ресурсы как по мне когда я увидел эту всю ситуацию у меня возникло желание поменять процессор е4500 22 гигагерца 2 мегабайта кэш 800 частота я просто поставлю этот процессор и у меня уже сложится какое-то мнение что лучше оставить е7500 который работает не на полную мощность но который мне очень понравился или е4500 который будет работать на своих заводских параметрах и я вот хочу сравнить какой из них лучше работает потому что честно скажу е7500 вот мне нравится поэтому не поленюсь сейчас поставлю вот этот вот процессор е4500 и посмотрим как он будет работать ну тут уже как бы все нормально и частота правильно показывается и множитель уже 11 частота системной шины 200 частотой памяти 533 ну что ж загружаемся сразу же показывается модель процессора все нормально ждем загрузки показывается реальная частота в аиде системная плата погорячела и процессор я вижу тоже погорячее то есть туда же в режиме простоя уже температура 35 36 и было уже и 38 шум вентилятора повысился поэтому я думаю будет шума побольше центральный процессор частота 2200 множители те же самые хорошо и здесь уже показывается более-менее реальная частота там было 1200 давайте сделаем тот же цепь у queen е75 200 по моему показал результат 5000 чем-то да о то ну ладно а в этот уже показал 9061 вот так мне это нравится хорошо мне кстати забыл сказать в цепь у z я делал тест процессора и он набрал у меня по моему 205 очков 205 очков давайте этот процессор протестируем ничего себе то ну это да этот наверное будет побыстрее 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 однозначно 205 этот 355 очков ничего себе я удивлен тот процессор все-таки работал на частоте 1200 мегерц и множитель меняется на е75 2 0 вообще не менялся множитель как был 6 так он и оставался 6 здесь же меняется давайте проследим как это все будет работать с видео запускаем ну да воспроизводит вообще без проблем тот тоже без проблем воспроизводил мне нравится хорошо хорошо вообще никаких никаких задержек учитывая что он набрал больше баллов почти в два раза больше баллов и в цепь у z и в аиде скорее всего этот процессор я пока пока и оставлю я почему-то думал что есть 75 2 0 будет работать быстрее чем е 45 2 0 поэтому я на е 45 2 0 это просто для эксперимента решил поставить но я вижу что он в принципе неплох неплох открыл монтажную программу сейчас у меня идет оптимизация видео и на е75 2 0 можно было только оптимизировать предварительно просмотреть или одновременно монтировать уже невозможно было потому что не хватало видимо мощности здесь же идет одновременная оптимизация и я даже могу что-то делать поэтому я думаю что процесс монтажа немножечко ускорится у меня и это видео об этом процессоре точнее об этих процессорах я смонтирую как раз именно на процессоре е 45 2 0 я думаю что на нем монтировать мне будет комфортно потому что на данный момент это мой самый мощный компьютер который я могу использовать для монтажа видео наконец-то пришло время заканчивать это видео которое для вас длилось там столько-то минут а для меня это больше двух недель спасибо вам за просмотр смотрите мои предыдущие видео и увидимся в следующем а